Картины, которые сыгрывают. Ауторская выстава «Тёплый лют» открылась у Центральной Барановицкой библиотеки. Первыми ее навидали наши корреспонденты. Эти милые утульные мишки, барашки и другие казочные персонажи на картинах сделаны из шерсти. Пять лет назад Ирина Колесникова начала делать их для своей маленькой дачки. Брала книги в детской библиотеке, и первые работы были иллюстрациями до немецких детских казок. С тех часов дачка – первый прихильник и цензор каждой работы, а их уже больше за 300. Ирина закончила лингвистичный университет, але упевненная научиться малевать волной может любы. Я бы советовала заниматься всем людям, и творческим, и особенно людям, которые не считают себя по жизни творческими людьми, которые сомневаются в себе, в своих творческих способностях. Потому что это очень мягкий, теплый и очень податливый на самом деле материал. Поэтому один раз попробовав, я думаю, что захочется просто еще и творить, что-то создавать. На створение одной картины нужно от двух до четырех дней, прикладно 300 граммов шерсти. Сначала волокна натуральной волны спутываются и ущельняются, утворяющие одиною полотно. Далее камечки и шерсти шматрозово проколываются иголкой, чтобы ворсинки счапились помеж собой. По словам мастачки, для працы ее важный, добрый, музычный фон. А еще и она повинна отчуть героя. Для этого мастачка читает про него и глядит фильмы. Есть в працах образы, которые повторяются довольно часто. Это баранчик и рудая девчонка, с которой ассоциируется сама мастачка. Рыжая в душе, рыжая по жизни. Поэтому просто мой цвет. Мне нравится этот цвет. Выставка просто прекрасная. Работы все такие милые, позитивные, вызывают улыбку, желание прикоснуться к этому волшебству. Теплые какие-то эмоции. Их очень мало сейчас в нашей жизни. И спасибо большое автору этих работ Ирине за то, что она творит такую красоту, такие чудеса. Когда мы на своих занятиях в художественной направленности в 15-й школе говорим детям о важности и значимости ручной работы, то мы всегда говорим о том, что в работах есть энергетика автора, настроение. А здесь об этом не нужно объяснять и рассказывать. Просто можно посмотреть и увидеть, что автор позитивный, работы позитивные. Автор работ признается, робить картины только у добром настрои и с позитивными эмоциями. Нести добро и свет в мир, потому что хватает у нас всего другого. Почему бы не делать мир немножко лучше таким моим способом? Вольга Гутовская, Мария Вечорка, Юрий Цитоу, Телерадио, компания «Брест». Продолжение следует...